Здравствуйте, друзья, еще раз доброй ночи, полночь. Светик, давай вопрос. Меня зовут Эдуард, у меня 26 лет, работаю системным администратором больницы. Интересно знать ваше мнение. Есть желание уехать в Америку или в Европу, Италию, Францию. Но когда я с родственниками завожу разговор, они сразу говорят, что нечего там делать, и ты никогда не станешь полноценным гражданином общества той страны, и жизнь у тебя не сильно там будет хорошая. В ответ, что я говорю, что я здесь не сильно счастлив, работаю на двух работах и получаю больше любого родственника по зарплате, я трачу ее чисто на одного себя и понимаю, что при этих деньгах я все же нищий. Лучше поеду туда, где есть работа, и буду на таком же уровне работать, и смогу себе позволить нормальное существование, не тратя на еду больше 40% своего дохода, а не думать, как прожить на зарплату в 200-300 долларов. Есть еще один вопрос. Мой брат взял кредит и свалил, и как я понял, платить за него не собирается. Я пару раз оплатилась в него долг и готов ему помогать, не всю сумму, но 50%. На что поступает ответ, я сам разберусь, или найди деньги, но потом, когда дело доходит до действия, он пропадает. И это очень злит, что готов помогать, но человек не хочет идти на диалог и думать, как решить проблему, и как быть, помогать или тоже поступить, как он, исчезнуть, да и забыть все. Такая ситуация накаляет очень, что опускаются руки, и ничего делать не хочется. Ну, Света, вопрос хороший. Значит, значит, там как бы два вопроса получается, но эти вопросы, оба, два вместе, очень интересно характеризуют человека, который задает эти два вопроса. Потому что, давай мы начнем с брата, который взял какой-то кредит, а он за него платит. Значит, категорически нельзя этого делать. У вас есть брат, брат достаточно взрослый. Нет, я думаю, что там... Если ему дают кредит... Нет, там, наверное, сложнее, потому что... Если он поднимает кредит, что он готов 50% за заплату, мы же не знаем, на что кредит, может, они на что-то общее взяли. Нет, 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 там ни слова на это нет, об этом нет. Брат взял кредит, брат его взял, значит, брат за него должен отвечать. А почему он считает, что его обязанность 50%? Потому что он отзывчивый, потому что он больше всех родственников получает, потому что это его брат, потому что он как бы за всех в ответе, понимаешь, он вот такой миссия, сестра. Семейного масштаба. 23,26 не очень пока самостоятельно. То есть он зарабатывает самостоятельно, а решение принимает пока не очень самостоятельно. И вот чего получает. Значит, первое, с братом забыли и закрыли. Ни копейки больше ты не платишь, это его кредит, пусть он разбирается. И он же вам бы сказал, не лезьте, я сам разберусь. Чего вы лезете? Теперь, значит, возвращаемся к Европе, заработкам там и так далее. Значит, первое, я чуть не подскочил за рулем на своем сиденье, когда прочитал вот эту фразу, что он ни в какой стране, он не станет полноценным членом общества. Последняя страна на этой планете, в которой вы будете полноценным членом общества, это так, где вы сейчас живете. Не будете. Он не будет там никогда полноценным. Он вообще не член общества и вообще не человек. Свет, сын начальника переедет какой-нибудь городского на машине, понимаешь, ему ничего за это не будет. Он, поэтому говорить, что он где-то не будет полноценным, эти родители, они в каком-то мере выдуманном живет, безумном, понимаете. О чем они говорят, эти люди? Полноценным членом общества. Значит, теперь, дальше что получается. Дело, конечно, не только в том, что он мало зарабатывает. Он, конечно, мало зарабатывает, и это его беспокоит, потому что в свои 26 он реально не может семью завести. Понимаешь, у него нет денег на это и так далее. Но, помимо чисто денежного вопроса, если он хочет быть человеком, который в обществе воспринимается как человек, уважается как человек, может быть, он не будет, допустим, живя во Франции, восприниматься как человек, который родился во Франции, вырос во Франции, 25 поколений там француз. Ну, наверное, но это в тысячу раз лучше, чем вот то, где он сейчас находится, и где, казалось бы, он должен был бы быть полноценным членом общества. Понимаешь, не быть полноценным членом общества во Франции нормально, если ты приехал, ты эмигрант первого поколения. А не быть полноценным обществом в стране, где ты родился, где ты вырос, где ты должен быть полноценным членом общества. Вот это какое унижение. Понимаешь? Вот, кроме того, если он доберется до какой-то такой страны, где много эмигрантов, и как бы основы страны другие, там США, Канада, Австралия, может быть, Новая Зеландия, вот такого плана, то он будет абсолютно полноценным членом общества. Вот он может приехать в Соединенные Штаты и с первого дня еще даже у него нет, может быть, разрешения на работу, он там политику, например, получает, да, а он уже полноценный член общества. Абсолютно полноценный. У него еще нет права на носа. Ну, подожди секунду на носу. Я понимаю, что они имеют в виду, да, и, наверное, это имеет место быть. Что именно следует? Я сейчас скажу, что в эмиграции люди общаются небольшими группками. Очень редко, вот, наверное, Израиль это исключительная страна, где приехавшие люди, они полностью вливаются в жизнь страны, и у них общие интересы, и у них друзья, и так далее. Ты сильно заблуждаешься. Ну, подожди секунду. Да, да. И тем не менее, я знаю, что и в Англии англичане не очень-то с русскоязычными общаются, то есть идет общение группами. Но с другой стороны, вот действительно, жили в своей собственной стране, в своем собственном городе, где вы родились и выросли, посмотрите, с кем вы общаетесь, вы же не общаетесь со всей стороной. У вас есть какая-то группа избирательная людей, с которыми вы росли вместе, они являются вашими друзьями, вам с ними приятно проводить время. И то же самое, только в других странах эти люди, остальные все, говорят просто на другом языке. Светик, знаешь что, давай я возьму пример Израиля, чтобы его немножко приободрить. Потому что представьте себе, люди, которые приезжают в свою страну, казалось бы, да, Вот, они там разобщены, как я не знаю что. То есть там, значит, с сефардами, значит, там белые с белыми, из Африки там эфиопы, значит, эфиопы, света. Но они выходят за рамки, скажем, русскоязычной среды, а в остальных странах они находятся в рамках русскоязычной. Я думаю, что родственники имеют в виду именно это. Нет, родственники имеют в виду, что он там, что его будут воспринимать как человека второго сорта, что вот он не родился там. Нет, второй сорт это вообще, ну да, то есть, они именно это имеют в виду. Есть два аспекта, я бы сказала, что есть два аспекта. Один аспект это чисто, как сказать, не политический, а гражданский, да? То есть, какие права имеет человек в этой стране, да? И есть ли ущемление этих прав. Это один аспект. Юридически, административно. Да, а второй аспект это реально, где он живет и с кем он общается и так далее. Но понимаете, какая штука? Дело там, что вот мы живем в Америке 25 лет, и мы могли бы мы общаться с американцами без всяких проблем, если бы у нас были какие-то точки соприкосновения и общие интересы. То есть, если бы у нас были, например, дети одного возраста с кем-то или там что-то такое, но у нас нету таких друзей, которых интересы такие же, как у нас. Но это наш выбор просто. Это наш выбор, да. Просто есть американизы, более американизированные семьи. Тут несколько раз меня спрашивали, почему там у вас на дне рождения не было американцев. Да не пришли, но я тебе объясню, подожди, ну скажем, Аня могла прийти с мужем американцем. Она говорит, что ты туда пойдешь, там одни русские, сиди дома. И он сидел дома с детками, там вместо, что-то такое же знак какой-то поставили. Да, нам ехать туда. Ну да, вот поэтому там были люди, которые могли бы прийти там или что-то, но им тоже неудобно, там придет там три американца, там 20 русских корейсеров. А все по-русски, они не понимают. Ну да, у нас всегда в компашках каких-то есть. Бывает? Когда смешанные браки, да, не то что, допустим, там, какие-то там, ну, друзья, какие-то приходятся за смешанным браком, тогда им переводят, как-то они разговаривают, и все, но опять, это же вопрос. Это вопрос комфорта, кому хочется, пожалуйста. Кому хочется. Мы однажды были на большой тусовке, помнишь, много лет назад. Там тусовка была, все смешанные братья, там было пара, наверное, 15. Русские девочки с мужьями-американцами. И они там на каком-то ранчо собрались, там с детками, там была веселух такая. Вот у них такой круг общения, они собрались, вот им так интересно. Поэтому вы будете комфортны в том смысле, в каком у вас будет тот круг общения, который вы захотите иметь. Во всяком случае, в таких странах, вот, где... Иммигрантская основа, нормально едем. Вот, иммигрантская основа, у вас, еще раз, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, никаких проблем у вас ни с чем не будет. Света, мы едем по хай-бэю, может быть, в темноте ты его не узнала, но это он. Теперь, давай с ответом на вопрос, что у нас. Да, значит, мы поговорили на тему о том, что... За брата не нужно долги уплатить. Нет, это понятно. На тему о том, что вот это вот рассуждение никогда не будет, там и так далее. Это чужой, не чужой, на самом деле. Это ерунда абсолютно. Да, это субъективное ощущение человека. Который вообще не понимает, о чем речь. Да. Родители ему сказали. Я думаю, они ему любую ерунду скажут, потому что им по каким-то причинам не хочется, чтобы он уезжал. Поэтому дальше они какую-то тюльку... Нет, но они придумывают, они себя, может быть, чувствуют комфортно в этой среде. Я не знаю, они... Я не знаю, чувствуют ли они себя полноценными. Вот это, кстати, интересный вопрос. Может быть, чувствуют, понимаешь? Ну да, конечно. Не будучи вообще даже близки к этому. Теперь. У него, понимаешь, расплывчато. Европа, может быть, туда. Франция там. Да, он хочет куда-то, где вот, может быть, платят больше. В Европе тяжело жить так. В Европе можно, наверное, какая-то изоляция. Ну не за 300 долларов-то. Чего же там тяжело? Я не понимаю, что тяжело. В Берлине 300 тысяч русских. В Берлине 300 тысяч русских. Ну что за проблема такая? Вот, поэтому... Он даже не обсуждает, слышишь? Он даже не обсуждает, вот, а как он вообще окажется за границей? Откуда ли возьмется разрешение на работу? Вот, владеет ли он иностранными языками, понимаешь? Он такой немножко оторванный вот от земли. Понимаешь, он какой-то такой воздушный знак. Вот он где-то там витает в облаках. Брата помогает, родители слушает, рассуждает. Суждает там что-то такое. Да Берли лопату и копай. Правильно я говорю? Ну все люди разные. Потихонечку. Нет, ну это правда, да. Но я просто чему говорю? Переводи в конкретную плоскость. Чем более конкретно будет ваше знание, понимание, чем более конкретными терминами вы будете оперировать в своих рассуждениях, тем меньше слова ваших родителей вот на этом уровне. Типа, не будешь себя чувствовать. Тем меньше вообще это будет как-то оседать в вашем сознании и как-то вообще вас касаться. Оно будет просто проходить насквозь, не задерживаясь. Потому что вы будете понимать, насколько это все бессмысленно. Понимаете, приблизьтесь, приблизьтесь к этому делу. Вы хотите куда-то уехать, там другая жизнь. Ну, разрабатывайте жилу, понимаете? Приходите с киркой, с динамитом, там взрывайте, копайте. Мойте золотишко, там разбирайтесь. Набирайте капитал знаний, пониманий, там и так далее. Что там родители сказали, я не знаю. Мои родители, мои собственные родители. Вы знаете, что это говорили? Ты помнишь, как мы уезжали? Да. Ох, как мы уезжали со Светой. И что вы себе думаете? Через там 2-3 года приехали и счастливо здесь жили. И такие патриоты стали. Там Америки, вы себе представить даже не можете. При том, что в ужасе были вообще. Что они только не говорили. Я даже, я уже не могу даже вспомнить, я не помню. Но просто, ну, вот, все, что в СССР там за много лет у них в сознании накопилось, все мы услышали. Ну, ничего страшного. Ну, мы были упертые. И мы с одной стороны слышали, а с другой стороны мимо ушей пролетало. Правда? И мы уехали. Вот, поэтому, если это действительно цель какая-то серьезная и так далее, о чем мы говорим? Так что, желаем молодому человеку определиться с целями, так, более предметно, и насобирать больше информации. Я думаю, что вот то, что мы сейчас ему рассказывали, это тоже как бы работает в направлении собирания большего количества информации. Правда? Да. Каким-то видением поделились и все. Счастливо! Продолжение следует...